Всем привет, я доктор Евгений. Этот ролик про тестирование двух мышц спины. Это широчайшая мышца спины и ромбовидная мышца спины. Поехали, показываю. Мануальное мышечное тестирование широчайшей мышцы спины делается как раз на рычаге руки. Основные пункты следующие, то есть исходное положение тестирующего. Становимся с той стороны, с которой мы хотим протестировать широчайшую мышцу. Вот для левой сейчас я становлюсь слева. Это тест широчайшей мышцы, если мы делаем лежа. Он очень удобный, достаточно стабильный. Исходное положение для тестируемой руки следующее. То есть мы руку держим прямо и делаем исчерпывающую ротацию вовнутрь. То есть плечо надо максимально завернуть вовнутрь. И просим именно на ровном локте и на ровной руке прижаться рукой к себе. Следующим этапом, это у нас, так скажем, преднатяжение, является стабилизация. То есть стабилизация пациента, чтобы он не ёрзал всем корпусом, будет за бедро. То есть я его стабилизирую за мясо бедра. Вот. Сам стою таким образом, чтобы мне удобнее было тестировать руку вот таким вот образом. То есть тест будет следующий. То есть я должен движение делать вот таким вот образом. То есть я не должен тянуть руку куда-то туда. Не должен её тянуть под 90 градусов. То есть дуга теста будет следующая. То есть я становлюсь, стабилизирую и делаю вот это движение в корпусе. Вот он тест. А вектор давления, куда должен будет давить пациент, как будто бы в задний карман. То есть тест будет вот таким примерно. То есть не просто в сторону я руку буду выводить, а именно как будто он её будет стараться тянуть в задний карман. А я буду из этого направления его вытаскивать именно в эту сторону. То есть давайте пройдёмся по пунктам ещё раз. Исходное положение со стороны тестируемой мышцы. Исходное положение руки. Вовнутрь завернули максимально. Локоть прямой и прижались к себе. Если локоть будет непрямой, то есть он будет бицепсом работать. Нам это не нужно. Стабилизация за противоположное бедро. Пациент лежит. Становимся в 90 градусов. Создаём себе позу марионетки. И делаем тест. То есть просим сейчас пациента лезть как будто бы в задний карман. Поехали. К себе. Тянем, тянем к себе. И сами в этот момент делаем вот это движение. Ещё раз. Вовнутрь прижались. Стабилизация к себе. Вот это движение. А теперь покажу тест молча. К себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Гипотония. Покажу с другой стороны, чтобы было более-менее понятней. Показываю. Ротация внутренняя. К себе прижались. Стабилизация. Встали в позицию. И просим рукой вовнутрь. К себе. Задний карман. Поехали. Давим. К себе. К себе, к себе, к себе. Тут тоже гипотония. Вот таким образом делается мануальный мышечный тест широчайшей мышцы, как одной большой мышце. Я не показываю тест по порциям. А если его показать по порциям, то смотрим. По порциям мы делаем всё то же самое, только не как группу, а немножко делим её по частям. Потому что мест крепления у неё очень много. Так если мы выведем буквально на 15 градусов руку в сторону и просим отсюда к себе тянуться, тянемся к себе. Таким образом мы тестируем больше среднюю часть этой мышцы, которая грудопоясничное крепление имеет. А если мы выведем руку под 45 градусов и просим к себе тянетесь, то таким образом мы больше задействуем уже часть тазово-поясничную. И путём именно теста локального, когда у нас уже вот такая тонкая настройка широчайшая происходит, мы можем по всем именно позициям мышцу протестировать и выявить где-то локальный какой-то сбой. Но для начала просто как общую большую группу мышечную протестировать именно этой мышцы. То есть мы ротацией прижимаемся и тестируем именно из этого положения. А сейчас проведем тест ромбовидной мышцы, то есть как группа, так же большая и малая ромбовидная мышца. Что для этого нужно? Для этого нужно встать с противоположной стороны для тестируемой мышцы. То есть если я сейчас тестирую правую, я встану слева, а если тестирую лево, встану справа. И сейчас покажу вам тест по типу толкай. Вот он мне больше как-то адаптивен. По типу тяни тоже покажу, но это опция. Что для этого нужно? Исходное положение, я уже сказал, с противоположной стороны от мышцы. Посадили пациента и встали со спины. То есть именно вот так, как я стою. После этого нам нужно попросить согнуть руку в локте и завести локоть за спину. Как бы руку просите завести за спину, насколько позволяет плечо. И таким образом именно держим руку. Ладонь при этом открыта. То есть не надо сжимать ее в кулаке. Это как раз таки будет точка опоры у нас для теста. Стабилизация пациента производится за трапецию. То есть за вот эту вот зону. То есть мы просто ложим руку вот сюда на мясо. Не сдавливаем ее, не давим на шею. Просто вот так руку положили. Тестирующая рука становится на как раз таки вот этом уголке между плечом и предплечьем. То есть по сути практически в локоть. Но мы не давим непосредственно в сам локоть. Мы немножко смещаемся вот сюда. Оставляя связочную зону свободной. Чтобы не стимулировать сустав. Лишний раз. Стабилизация. Встали. И таким образом мы беремся для теста рукой. И что нужно просить сделать тестируемого? Чтобы он локтем своим и всей рукой давил как бы за спину. То есть делал вот это движение. Еще раз. Вот таким вот образом. И в этот момент мы ему сопротивляемся. Вектор движения следующий. Мы должны из этого положения как бы руку, расслабьтесь, заводить вовнутрь. Вот таким вот образом. То есть как бы мы хотим по вот этой дуге его протестировать. То есть движение будет у вас в корпусе следующее. Вот такое танцевальное. Показываю сам тест. Держим руку, локоть за спину. Держим. Стабилизация. Точка опоры. И просим давить локтем за спину. Давим. Почувствовали сопротивление. И начинаем активно делать движение. Еще раз. Стабилизация. Удерживаем. Давим за спину. Давим-дам-дам-дам-дам-даем-даем. И тест показывает нам гипотонию. Покажу с этой стороны без комментариев. Давите за спину. Давим-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-даем. отлично и еще раз за спину здесь мы получаем тонус то есть гипотония справа норма тонус слева тонус слева на норма тонус мы ее не проверяли проверим проверим то есть ингибиция глубокого слоя мышц держи за спину да ну тут гипотония то есть норма тонус адекватная реакция теперь покажу тест по типу тяни по типу тяни тест следующий мы встаем противоположную сторону от той которой мы стояли то есть для правой мы становимся с правой стороны вот под углом под 45 удерживаем руку здесь локоть за спину стабилизация также за это же плечо то есть за плечо но за это же вот вот здесь вот мы ее держим и после этого мы захватываем вот таким образом ладонь то есть то мы стояли вот так теперь мы точно также стоим с этой стороны и мы встаем в разножку сейчас расслабьтесь и делаем следующее движение вот вот это то есть опять же вектор вот до сюда доводит удерживаем стабилизация и к себе тянемся тем 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 гипотония тест толкай он более энергозатратный тест тяни он менее энергозатратный поэтому если вы хрупкий или хрупкая и у вас достаточно крупный пациент то есть они он больше вам подходит но если вы качественно умеете тестировать без лишних движений то тест толкай можете использовать полноценно также поэтому пользуйтесь